Тема свободы, радости, смысла бытия человеческого. Вот так праздник открывает человеку с первой свободы. Но сразу понятно, что это иная свобода, черта свобода, которую у нас тогда привыкли понимать как поздно на необходимость. Речь идет вообще не так. Вот когда праздник не о соотношении свободы и необходимости, свободы и принудительности, а просто о том, что вот настала свобода. Человек свободен, он может дышать полной грудью и делать то, что ему хочется делать, не глядя на какую необходимость. То есть тут не диалектика свободы и необходимости, тут просто Сарса свободы, как сказал Бейтан Макс, если у него такое выражение. Кстати, у Макса есть замечательная мысль о том, что в конце концов где-то на горизонте общественного развития настанет такое время, когда человек выйдет из непосредственного процесса производства и станет рядом с ним. Вот так вот и совершится его переход в Царство Свобода. То есть свобода – это полное, целостное, вот наставшее время свободы. И идея праздника давала возможность повысить такую свободу. Вот праздник – это сфера смыслотворческая. Там человек по-новому понимает свое пути, находит в этом пути некоторые новые смыслы. Опять-таки смысл, который рождается не из усилия, не как какой-то феномен целенаправленности, какой-то там планомерной работы. Вот как у нас привыкли тогда понимать смысл, что это. Смысл – это целесообразность. Это то, а вы для чего вы делаете? Нет, это смысл, дарованный человек услышит. Благодатным образом человек ощущает свое бытие полным смыслом. Вот такие отечительные сердцы, которые вносила в сознание идея праздника, можно было бы перечислять и так. И все это тогда уже приводило в мысль о празднике как проявление некоторого сдвига в бытии. Вот есть один мир, скажем, мир труда, мир практики, мир действия. И он сменяется, сдвигается, поскольку на смену этому миру приходит другой мир. Мир легкости, света, радостный мир, мир праздника. Кстати, если мир действия, мир практики – это, я говорил, диалектика, то есть какое-то сложное сочетание свободы, необходимости, усилия, смысла, то, очевидно, мир труда, мир практики – это не основная противоположность миру праздника. Вот есть труд человеческий, упорный, напряженный. И, кстати, очень важно, что действительно в труде, в пользе лица своего человек и отстаивает свою идентичность, и сохраняет свою человечность. Труд необходимо как бы на него не посмотреть, но есть и полная противоположность миру праздника – это мир рабства, это мир чистого принуждения, чистого усилия, без смысла, без радости, без свободы. Так вот, мир труда, по одной стороне мир праздника, это будет рабское состояние, мир рабства. Ну, а теперь, если посмотреть на праздник, так сказать, уже в общей перспективе, вот как он может выступать, как бы, пер се, независимо от идеологического контекста. Действительно, праздник – это состояние радостной пустоты, освобожденности от тяготеющего на человека, субстанциального содержания. Вот, на празднике человек прежде всего праздник. Вот, не в том смысле, что он физически, да, мы теряем вес, эти карты иначе, но он освобождается от субстанциального напряжения работы, деятельности. Вот, он не чувствует реальность, действительность, как то, что оказывает, как бы сопротивление. Он двигается, как бы, безопорно, безинертно, не испытывается протягления ниоткуда. Понятно, что это состояние радостное, это состояние окрыляет, и вместе с тем оно и тревожно. Вот это вот важно для моего рассмотрения. Вот, в празднике всегда есть некоторое сочетание радости и тревоги, поскольку тревожно, когда нет вот этого, нет необходимости в тех усилиях, которые сопровождают нашу будничную жизнь, когда нечему противостоять, нечего преодолевать. Вот, это такая безоткорность, которая и радостно, и тревожно. Вот, есть такое состояние, такой легкой, окрядающей праздничной жутью. Вот, это состояние собирательное. Вот, как и отмечают исследователи феномена праздника в культуре. Праздник это то, что дается каждому, поскольку дается всем. Вот, приватный праздник, это скорее не так, праздник это то, что людей собирает, собирает на площади, еще буду об этом говорить. Вот, в этом плане праздник можно было бы, наверное, предъявить, как совместное бытие, совбытие, в праздности и свободе. Это совбытие, повторяю, оно радостно, но вместе с тем не решено и своей собственной проблематичности, своей собственной приводки. Вот, ну, это отрицательное определение праздника. Вот, а вся суть в том, наверное, что пульный праздник связан с тем, что человек, освобождаясь от своих повседневных забот, от трудов и хлопот каждого дня, приобщается к чему-то изрядово выходящему, вот, к чему-то уникальному, что и делает праздник праздник. Вот, происходит явление, эпифания чего-то высокого, что и объединяет вот этих праздных свободных людей, вот, и делает их сопричастными, сопричастными друг к другу. И вот, это уже не отрицательное, а положительное понимание праздника. В праздниках совместное приобщение в радости, праздности и свободе, не только тем более высоким началом бытия, которые входят в человеческую жизнь. Вот, они остаются трансцендентными по условиям своей явности, но, вместе с тем, они таковы, что люди могут быть к ним причастными. И вот, подлинная радость праздника, это ощущение себя причастным к чему-то небудничному, высокому, благодарно нам дарованному, свыше. Вот, и вместе с тем, тревога, тут привлекают более выразительные очертания, как связь с чем-то обязующим, с чем-то превосходящим масштабы, собственно, человеческого бытия. Вот, можно сказать, что в таком ощущении есть нечто, как бы, временно отдаляющее человека, вот, напусти первым людям в поте лица своего, будешь есть хлеб с хлебом. Здесь хлеб, и хлеб дается на празднике Благодара. Вот. Просто так. Вот. И пространство и время праздника, также об этом можно было много говорить, они организованы совершенно иначе, чем пространство и время будничной человеческой жизни. Вот. Время праздника мистериальное, это время появления, объявления чего-то небудничного, того, что заполняет собой праздник, по праздникам освободённых, жизни освободённых людей. Вот. Пространство праздника рождается из сопричастности, из собирательности, поэтому вовсе не случайная связь с понятием праздника, площадь праздника, скопление людей. Вот. В этом плане праздник, объявления известны многим, ну, всем человеческим культурам, и, в принципе, вот то, что я до сих пор говорил, сильно представляю собой инвариантную смысловую структуру, которую можно проследить где угодно, и тем более показательно, мне кажется, что вот на этом торжестве на праздновании неизбежно рано или поздно появление фигуры смерти. Вот. Смерть опять-таки неотъемлемых персонажей праздничных действий в самых разных культурах. Вот Михаил Бахтин говорил, в частности, на рождающей смерти, применительных к средневековому карнавалу. Такие наблюдения можно продолжать на материалах самых разных культур. И вот я не буду останавливаться на эмпирической части этих соображений, но почему, собственно, смерть приходит на человеческий праздник, что это делать и зачем оно там нужно. Вот, знаете, если говорить о том, что праздник – это освобождение человека, обустошение человека, выход человека за рамки собственно-человеческого способа бытия в груди и действий, то можно сказать, что именно смерть наиболее брутальным, наиболее явным и очевидным способом как раз и лишает человека постоянного инвариантного содержания его жизни. именно смерть самым очевидным способом перебивает человека из его образа в груди и в груди и в груди и в груди, лишает эту жизнь человеческой размерности. Вот, перед лицом смерти человек обретает в груди и свободу от своих противневных дел. Перед лицом смерти не додерживается. Вот, все это, я скажу, выглядит из-за этого вселенного существования. Вот, и в этом плане функцию того, что обеспечивает это соблюдение в праздности и свободе, может давать и совместное переживание таинство человеческой смерти. Вот, вот, но каким образом смерть, а действительно она присутствует на человеческих праздностях, не только как маска, маска смерти, но она может войск и под другой маской, вот, в любом обличии. Причем, наиболее явным образом, смерть поднятна для людей. Это хорошо показал в частности ременологическую церемонию. Это убийство, победение, лишение жизни человека. Вот, это самый потрясающий, и, внести с тем, самый, пилетитный даже, можно сказать, в появлении смерти человеческой группы. Вот, решение жизни человека. Вот, то есть, то, что составляет суть для вами казни. Далее, я говорил о публичности, о собирательности праздничного действия. Казнь, именно, не есть убийство. Убийство совершается в тихомолку, так, чтобы никто его не видел. Казнь всегда поменялся. Вот, бывали массовые убийства, и в фашистах, при сталинском режиме и в церемонии, и в разных других местах. Вот, казнь обычна, вот, и она так же собирает людей. Далее, можно говорить, как это ни жутко, о том, что в толпе, собравшейся, было естественно, убедение человека, вот, казнь, вот, освобождая в чем-то человек, и в том числе, лишает его определенных нравственных нагрузок. Вот, можно, как раз, о красном цвете и поговорить. И в красном цвете, это то, что свойственные праздники, я не буду рассматривать со своей связью символики праздника и красного цвета. Вот, в русском языке эта связь, как бы, иногда демонстрируется в виде понятий «красный гид России». Но, вместе с тем, и казнь красна по-своему. Красна делится румянца, красная казнь пролитой кровочкой. Вот, у Марины Цветаевой есть где-то вот такие два слова поставлены рядом. «Красный» равняется страшным. Вот, в этом плане, вот, на русский тип, идеальный тип казни связан с пролитем крови, как казнь гроба. «Крой» — вообще, ну, так можно разбирать и символики этого слова, но, вот, в такой герметике, мне кажется, «крой» — так же можно соотнести со словами «скрывать», «покровь», «крой скрывает», «крой течет как пример неповторимости человечества», «советское естество». И вот, «крой», вот, участие в массовом «кропролитии» может страшным образом освобождать человека, именно скрывая, делая ненужными и ничтожными все индивидуальные различия, все то, что делает человека нравственным существом. Вот, мне не очень нравится патетика крови, которая живет в современной культуре, когда говорят о кровной верности, о кровном братстве, вот именно потому, что кровь смаскирует пользование человечества неповторимых. Кровь — это жуткое уравнивание людей в нечеловеческом. Вот, вот, это страшное освобождающее действие участия в совместном правительстве, я думаю, факт, который релевантен и для анализа некоторых явлений нашего современного мира, нельзя сказать, что это только место, относящийся к мрачному средневекованию. Так вот, но что является, вот что положительное, как бы, проявляется, я говорил, в отрицательной положительной стороне праздника, вот, в случае, когда мы рассматриваем праздник красного, вот, а действительно такой праздник существовал, где-то я разночу говорю, явление чего объединяет людей? Можно сказать, явление власти. Вот, не шею букву, так сказать, наверное, вот на этом я процентировал, что здесь, так сказать, казнь происходит, это приказ наказано, указывается. Но, наверное, более страшно и более фундаментально то, что речь идет о явлении самой смерти. Вот, только Раджи Михайлович писал, что в мире праздника все происходит, как бы, впервые. Вот, и смерть здесь также выступает, как если, как бы, впервые происходящее. Вот, здесь страшна федоминогония смерти. Вот, эти, необратимость, таких шагов, после которого человеческое естество перестает быть собой. Вот, как четвертованное или сожжение человека. Вот, недаром существует столько нарративов, рассказов, а вот казнь, вот, как, как-то вот это казнили, что человек сказал, как-то все происходило. Это то, что, как происходящее впервые, оно должно быть рассказано, оно существует и живет в рассказах. Вот, но это может быть, я не буду останавливаться, но много можно было бы сказать. И, наконец, наверное, самое главное во всей этой теме, мне кажется, что вот такая ситуация означает определенную свободу для самого казнения. почему? Поскольку для него уже нет выбора, нет никаких альтернатив, которые осложняют существование. Вот, и для того, кто стоит перед покровом получать, как правильно говоря, существует, как единственная задача, единственная проблема. Быть собой, в этом смысле не дали. Вот, опять-таки, вот кривой покров, есть еще один покров, который скрывает от нас многих жизней, покров боли. Но философия, это дисциплина, который может пытаться снять. И вот, если снять покров боли, страта, который нависает на человеку с другой ситуацией, то тем, имеющим мужество собрать себе эти покрови, действительно, предатель, последнюю свободу, может не только страдать за всех собравшихся, которые на него могут населить, но и выпить, ну что же, реализовать свободу, абсолютную свободу, за всех тех, кто стоит наблюдать за этим процессом. Вот, если посмотреть на христианский праздник в этой перспективе, то, ведь, действительно, страдание страсти Христова повторяет весь этот путь когда и толпа у меня, и люди едины, как бы, в своей, как сказать, свободе, созерцаем страдания Бога человека. Вот, и обо всем можно говорить, но что отличает, может отличать на христианский праздник, это то, что, во-первых, основное, то, что здесь происходит не явление смерти, во всей ее неповторимость и повторять, а явление, даже как точнее сказать, явление победы вечной жизни над смертью. То есть, история страсти Христова показывает, именно как смертью Христос поправ смерть, и это меняет из дистанциальной перспективы человека на все обозримое будущее. Об этом хорошо писали многие русские философы, о том, что подлинная жизнь вечная, это не просто, так сказать, бесконечное явление существования, это предновидение смерти и смерти уже, иного без смерти не бывает. Вот, и второе, тут происходит не поглощение личности того, вот, а возвращение к личности, как Христос на месте обращается к распятному и рядом с ним разводу, к отдельному конкретному человеку. Вот, сквозь эти ужасы и страх, и боль, возвращается, обновляясь всем этим, интерес к личности, обращенность к живому конкретному человеку. Вот, тогда, зачем говорить обо всем этом, или заниматься временем, вот, ну, мне представляется, что, вот, такие идеальные типы, вот, тип праздников, праздников, вот, они могут исторически уйти очень далеко от нас, слава Богу, и сейчас, я думаю, нечего опасаться, что, вдруг у нас, в нашем обществе, возродится там, среди Бога и плава, вот, вот, ну, они, никуда не там уходят, они живут, как, виртуальная реальность, рядом с людьми, в мире, когда мы-то не было живущими. наши ассоциации, связанные со страхом, ужасом, расправным человеком, так или иначе, восходят подобным образом, и, хотя бы, поэтому о них стоит помнить, не для того, чтобы они не повторялись буквально, наверное, в нынешнем мире это уже, в целых странах, невозможно, но, чтобы у нас, было, меньше, поводов, актуализировать их, каким бы то ни было, своими практическими действиями. Ну, а кроме того, такого рода, эти ассоциальные эксперименты, мне кажется, важны и для каждого человека, поскольку, всегда можно задать себе вопрос, а если бы, кто-либо, попал, в такую ситуацию, так, человек повел бы себя, и выкрикнул бы свой последний смех, вот, пусть он, в той роли, которую это является, многие, тысячи люди в истории человечества, вот, мне кажется, nå как бы, прев equipsante Island и радостность и горжисть, имеют tons определенных данных, и перенится в таких глубинных свествах бытия, которые не всегда радостны. И поэтому мы можем и говорить о глубине этого преображения праздника, которое празднуло в священской празднике. Спасибо.